ДОСТИГАЯ ИЗРАИЛЬ И ВЕСМЕРТ Шалома Хувим, что на иврите означает «возлюбленные». Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы, Синтии, хотим сказать большое «Та-да», большое спасибо всем, кто поддерживает это служение. Благодаря вам, Божья любовь коснулась и спасла миллионы людей через проповедь Слова Божьего. Слава Богу! Да. Синтия Марджери, наша серия называется «Цель Израиля сегодня». Какую роль играет Израиль в плане Бога в это время на земле? Многие христиане почитают Израиль, зная о его исторической роли в прошлом. Но в то же время они не понимают, что Израилю предстоит сыграть уникальную роль и сегодня, и еще и в будущем времени. Шалом! Я хочу поделиться с вами словом. Спасибо, что присоединились к нам. Вы сделали хороший выбор. Вы решили отложить заботы мира, спешку и дела, которые есть сейчас в вашей жизни, чтобы услышать Слово от Господа. Вы сделали хороший выбор. Что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Я знаю, что Дух Святой сам вдохнет в ваше сердце и в вашу душу, когда вы будете слушать Господа через нашу передачу, через Слово Божье. Сегодня вы избрали благую часть – взыскать Господа. Мы благодарны вам за то, что вы ищете Его через нашу программу. Каков Божий план для Израиля прямо сейчас? Это важный вопрос, и я хочу детально его исследовать. Я не спрашиваю, каким был план Бога для Израиля в то время, когда была записана Библия. Я не спрашиваю, насколько важной была роль Израиля в Ветхом Завете. Возлюбленные. Я спрашиваю, насколько большое значение имеют и еврейский народ, и Израиль как страна и сегодня, и в будущем. Многие из нас одухотворяют Божие призвания для Израиля. Мы считаем, что обещания, которые когда-то были даны еврейскому народу, теперь просто перешли к церкви. Кого-то из нас просто постепенно убедили, что еврейский народ в большинстве своем отверг иешуа, и теперь каким-то образом обетования, которые были даны этим людям, больше им не принадлежат. Теперь их унаследовала церковь. Я хочу изучить такое предположение. Хоть я еврей, Господу нужно было пробудить меня и показать, насколько важен для Него сегодня Израиль. Что я имею в виду? 15-20 лет назад мне очень захотелось поехать в Израиль. Я планировал эту поездку, но мне казалось, что я пока не могу себе ее позволить. В то же время, когда я хотел поехать в Израиль, но чувствовал, что у меня нет на это средств, произошла моя встреча с Господом. В ту ночь у меня было видение. Я смотрел на планету Земля из космического пространства. Это было похоже на снимки Земли, которые обычно делают астронавты или космические шаттлы. Они удаляются от Земли, и она становится все меньше и меньше. В конечном итоге, всю планету можно увидеть из космоса целиком. На ней можно различить океаны, водоемы и сушу, покрытую лесами. Именно так, целиком, я и увидел планету Земля из космоса. Наверху земного шара в этом ночном видении находилась словно бы круглая колонна. Она простиралась от вершины Земли, а вверх в небеса, прямо в космическое пространство. Но также я ощутил духовную славу. Эта колонна поднималась от планеты вверх в небеса, и на самой вершине этой колонны, которая поднималась от поверхности Земли в небо, находился Израиль. И тогда я ощутил славу Божию. Господь показал мне в этом ночном видении, что Израиль соединен с его сердцем, как никакой другой географический объект на планете. Меня ошеломило осознание того, насколько превознесен Израиль на Земле для сердца Бога. Роль, предназначенная Израилю, не осталась в прошлом. Она все еще актуальна в сердце Бога. И в его плане искупления? После такого невероятного переживания я немедленно запланировал свою первую поездку в Израиль. И с тех пор я побывал там много раз и потерял счет поездкам. Израиль — это место, которое не только было важно. Это место, которое столь же важно и сегодня. Вы увидите и удивитесь при этом, насколько важная роль отведена сегодня Израилю, еврейскому народу, в плане Бога. Если вы язычник, это имеет отношение и к вам в будущем. Как я уже сказал, вы с изумлением поймете для себя, какую роль играет Израиль и сегодня, и в будущем. И как роль Израиля повлияет на вас и благословит вас. Многие не понимают, каким образом Божья цель для Израиля обернется благословением для всего мира. Через несколько минут я покажу вам несколько мест Писания. В одном из отрывков, которые мы прочитаем, пусть даже и не сегодня, а в следующих эпизодах этой серии звучат такие слова Бога. Если язычники были благословлены, когда евреи отвергли Евангелие, насколько же больше они будут благословлены, когда евреи примут Евангелие? Павел писал, что для вас это станет настоящей жизнью. Но не буду слишком сильно забегать вперед. История одного моего друга прекрасно иллюстрирует мои размышления о важной для нас церкви язычников, роли Израиля в сердце Бога, о которой многие не догадываются. Этот друг трудится в нашем служении. Зачастую он занимается распространением проповеди нашего служения. Он рассказал мне, что проповеди об исцелении разбирают все без остатка. Если он предлагает проповеди о том, как действовать в дарах Духа, все разбирают без остатка. Но если он предлагает проповеди об Израиле и о том, как важно его поддерживать, откликаются лишь немногие. Зачастую церковь просто не понимает, как осуществление судьбы Израиля обернется пробуждением к жизни для всей планеты. Моя цель в этой серии — помочь всем нам прийти к откровению об этой истине. Придя к большему откровению, мы сможем понять цель Бога для Израиля на земле, потому что Господу нужно, чтобы церковь проснулась и поддержала Израиль. Иисус сказал, что он вернется, когда основная масса еврейского народа начнет взывать «Барух Абба Бешем Адонай», «Благословен грядущий во имя Господня». Церковь, вы услышали, что я сказал, и Иешуа не вернется пока основная масса еврейского народа не придет к вере в Него и не начнет взывать к Нему о возвращении. Прежде чем мы перейдем ко множеству мест Писания, которые я вам сегодня покажу, я хочу обсудить с вами еще один момент. Очень часто людей в церкви учат, что благословения, которые прежде принадлежали еврейскому народу, теперь перешли к церкви. Тем самым они одухотворили место Израиля. Многие даже смотрят на Израиль свысока. Они говорят, что евреи не верят в Иисуса. У них уже нет отношений с Богом, поэтому все обещания, когда-то данные Израилю, теперь отняты у Него и переданы церкви. Многие из вас знают, что это богословие замены, и это огромная ошибка. Давайте поразмышляем вместе. Многие из нас знают Господню молитву, которую еще часто называют молитвой учеников. В Евангелии от Матфея Иисус учил нас молиться. Он сказал, молитесь же так, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Послушайте еще раз. Иисус сказал, молитесь так, такой молитвой. Отче наш, существующий, вовеки живущий на небесах, да светится Твое имя, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. А через кого же придет это Царство Небесное? Давайте задумаемся. История о том, как Анна пришла к Иисусу, удивительная история спасения. Анна была еврейкой, которая эмигрировала в Израиль из России. Она пришла на одно из наших мероприятий, где Равин служил Евангелием, евреем в Израиле. Я помню, что когда Равин начал призывать людей к алтарю, в конце своего послания Анна залилась слезами. На ней явно проявилась обличающая сила Духа Святого. Это был очень особенный момент. И после мероприятия мы взяли у нее интервью, и она рассказала, как накануне рассердилась и устроила скандал в кофейне, потому что ее кофе был слишком горячим. В тот день она стала сокрушенной перед Господом женщиной. Она была по-настоящему сокрушена и спасена силой Бога. Самое поразительное, что мы приехали через год, чтобы провести еще одно мероприятие. И Анна пришла снова. Она стала участницей нашего мероприятия. И затем вышла на сцену и рассказала о том, как Бог спас ее год назад, чтобы другие евреи тоже узнали о спасительной силе Иисуса. История Анны стала большим вдохновением. Она пережила обличение и спасение, а затем вернулась и стала волонтером на нашем мероприятии. Подумайте вместе со мной. Когда мы говорим «Да придет царство Твое на эту землю», мы на самом деле молимся о власти теократического правительства, о власти Бога Израилева через Иисуса на этой земле. Когда мы говорим «Да придет царство Твое», мы просим о том, чтобы на земле руководило правительство нашего Бога. «Пророческие тексты много говорят об этом времени. Лев будет лежать рядом с ягненком. Все будут житься в мире, оружия и войн уже не будет. На планете будут царить праведность и справедливость. Творец всей Вселенной, сотворившие человечество, деревья, бабочек, растения, пчел, жирафов и бегемотов, Творец всего, что мы видим и ощущаем, придет на эту планету, на которой все сотворено им, займет свое законное место и будет правиться». Сейчас в мире много хаоса и анархии, потому что Творец еще не явил свой суверенитет на земле. Однако так будет продолжаться не всегда, скоро. Иешуа придет на эту землю. Сначала его увидят на Илеонской горе в Израиле, затем правительство Яхва возьмет верх над всем на этой планете. И царь займет свое законное место. Так что, когда мы молимся, «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе», мы с вами на самом деле молимся о том, чтобы нашей планетой руководило правительство Бога Яхва. Писание много говорит о том, что будет происходить, когда Творец будет править на планете. Во-первых, Писание говорит, что самым первым местом явления Господа на земле будет Израиль. Библия говорит, что Елеонская гора раздвоится. На этой горе Иешуа вознесся на небеса в первой главе Деяния. То же самое место, на котором Иешуа вознесся на небеса, то есть Елеонская гора, будет первым местом на земле, где будет явлено Его возвращение. Писание говорит, что когда Он вернется, Слово выйдет от Сиона из Израиля и наполнит всю планету, как воды наполняют море. Когда мы молимся Господней молитвой, «Да придет Царство Твое», мы молимся о власти правительства Господа на этой земле. Ее центром будет Иерусалим. Господь говорит, что в тот день Он поставит Свой трон на планете и будет править из Израиля. Библия говорит, что люди из всех народов, которые были на стороне Бога, будут каждый год приходить в Израиль, в Иерусалим, и поклоняться Ему во время праздника Кущей. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько это связано с еврейским народом. Мы хотим, чтобы Господь вернулся, но когда Он вернется, вы увидите, какую роль сыграет еврейский народ. Господь устроит в Израиле столицу, Новый Иерусалим, о котором мы читаем в 21 главе Книги Откровения. По словам Иоанна, записанным в Книге Откровения, на воротах Нового Иерусалима во время теократического правления Бога на земле будут записаны имена двенадцати колен сынов Израилев. Если вы язычник, послушайте меня внимательно. Представьте, что Иешуа уже вернулся на нашу планету. Он правит из Иерусалима. Он правит из столицы Нового Иерусалима, а на воротах этой новой столицы будут записаны имена двенадцати колен сынов Израилевых, а также двенадцати евреев, апостолов. Нам нужно прийти в гармонию с сердцем нашего Бога. Павел писал, что Бог не отверг свой народ, и Писание говорит, что дары и призвания, дарованные Богом, еврейскому народу, не приложены. Поэтому нам нужно настроиться на одну волну с сердцем Бога. Я не защищаю все те действия, которые совершает еврейский народ. Также я не защищаю действия любого отдельного еврея, потому что дело не в людях, а в Божьем призвании. Дары и призвания Божьи не приложены. Суть не в тех делах праведности, которые мы совершили. Суть в его милости. Поэтому я не защищаю ни одно действие, когда-либо предпринятое Израилем. Также я не защищаю черты характера, модели поведения или решения, которые принимает любой конкретный еврей. Евреи — это уникально одаренные люди. Порой их дары и таланты используются во благо населению планеты. Так же бывало, что дары и таланты использовались для того, чтобы причинить людям какой-то вред. Но нельзя отрицать, что в еврейском народе и государстве Израиль есть что-то уникальное, сильное и особенное. Возлюбленное. Что мы сделаем в этой программе, а также в других эпизодах нашей данной серии? Мы рассмотрим места Писания, которые имеют отношение к Израилю. Но прежде, чем мы с вами обратимся к отрывкам из Слова Божьего, хочу вам кое-что сказать. Современное государство Израиль, которое появилось в 1948 году, буквально за один день, во многом еще очень сильно отличается от того Израиля, в котором однажды будет править наш Бог. Когда Израиль вновь стал государством в 1948 году, было много споров о том, нужно ли включать имя Бога в Декларацию независимости. В числе этих первопроходцев, лидеров сионистского движения, которое во многом несло ответственность за возрождение страны в 1948 году, большая часть людей была атеистами. Поэтому, когда государство вновь появилось на свет в 1948 году, разгорелись споры, нужно ли включать имя Бога в Декларацию независимости. При Деком Промиссу они просто сослались на Господа, как на скалу Израиля. Почему же я об этом сейчас говорю? Потому что сегодня Израиль, как страна в целом, еще очень сильно отличается от той страны, которой она станет, когда вернется царь Иешуа. Он полностью возродит и преобразит Израиль. А вот почему многие последователи ортодоксального иудаизма не поддерживают государство Израиль в его нынешнем виде. Они говорят, что современное государство Израиль — это плод человеческих усилий, а не результат исполнения пророчества. Они говорят, что пророчество исполнится только тогда, когда вернется Мессия. Лично я поддерживаю современное государство Израиль, но также я верю, что он станет совсем другим во время возвращения Иешуа. Господь преобразит его, и Израиль станет таким, каким его описывали пророки. Но давайте обратимся к Слову Божьему. Мы прочитаем слова Иешуа в Евангелии от Матфея. Это 23 глава, 39 стих. Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Я хочу обрисовать вам контекст. Иешуа говорит со своими учениками. Народ в большинстве своем его отвергает. И затем Иисус переходит к разговору о храме. Он говорит еврейскому народу за то, что ты не узнал времени посещения твоего, не оставит в тебе камня на камне. Он говорил о большом храме и пророчествовал о разрушении этого храма. Он сказал, что все это произойдет, потому что народ не узнал времени его посещения. Продолжая, он сказал так, «Ибо сказываю вам, не увидите меня, доколе не воскликнете, Барух Абба Бешем Адонай, благословен грядущий во имя Господне». Другими словами, он говорит, «Скоро я вознесусь на небеса. Сначала вы будете меня видеть, но затем не увидите, пока не воззовете ко мне о возвращении». И в самом конце книги Откровения Иоанн писал об этом так, «И дух, и невеста говорят, приди». Ключевой элемент в возвращении Иешуа это остаток еврейского народа, который примет Мессию Иешуа и будет вызывать к нему с просьбой вернуться. В продолжении этой серии мы обратимся к посланию к римлянам. Я хочу зачитать один стих из девятой главы послания к римлянам, начиная с первого стиха. Послушайте, что пишет Павел, великий еврейский апостол. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израилетян. На протяжении трех глав послания к римлянам, 9, 10 и 11 Павел пишет о своих переживаниях за Израиль. Мы увидим, что послание к римлянам говорит не только о том, как спастись. Послание к римлянам открывает нам, что Бог не перестал всем сердцем любить Израиль. для Божьего плана искупления очень важно, чтобы еврейский народ пришел к вере. Пусть Бог дарует всем нам любовь к народу Его Завета. Давайте придем в единение с Писанием. Давайте утешать Его народ и стоять в молитве ходатайства за их спасение. Отец, мы молимся, чтобы Ты привел к полноте результат Твоего плана искупления, чтобы весь Израиль был спасен. Тысячи лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя, вашу жизнь прямо сейчас. Иисус Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Изменилась ли цель Бога для Израиля? Я хочу попросить вас задуматься над тем, чтобы стать нашим партнером, если вы еще им не стали. Я знаю, что вы хотите пережить личное благословение и хотите, чтобы это служение помогало другим людям. Мы получаем тысячи историй каждый месяц со всех уголков мира. Люди спасаются, их жизни меняются. Поэтому помолитесь о том, чтобы стать нашим ежемесячным партнером, если вы еще им не стали. Спасибо вам. Возлюбленные, если вы смотрите нас уже некоторое время, то знаете, что когда вопрос касается сбора средств на служение, чтобы мы могли и дальше нести Слово Божие по миру, я стараюсь не манипулировать. Нам нужно много денег, чтобы выходить в эфир на телевидение и в соцсетях. Мы ездим по всему миру. Я не могу делать этого без вашей постоянной финансовой помощи. Бог устроил все это так. Иоанн говорит в одном из своих посланий, что люди, проповедующие истину, достойны финансовой поддержки Церкви. И я хочу поблагодарить вас за помощь. Знайте, что поддерживая проповедь Евангелия финансово, вы собираете себе награду. Все, что мы посеем в Царство, вернется к нам мерою доброй, угнетенной, нагнетенной с избытком. Поэтому спасибо вам за вашу любовь и финансовую поддержку. Я говорю вам шалом. Вот как вы можете сделать пожертвование или стать ежемесячным партнером. Присылайте свои дары по адресу, который видите на экране. Для пожертвований кредитной картой заходите на наш сайт или звоните по номеру, который видите на экране. Или отправляйте слово «Раби» на номер 4537. В благодарность мы вышли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Ваш дар несет спасение, исцеление и избавление Израилю и миру через телевидение, интернет и евангелизацию. Многие из нас были верны Господу в финансах при жизни. Но если вы хотите почитать Господа финансово, даже после того, как отправитесь на небо, заходите на вкладку «Завещание» на нашем сайте. Сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.